Чё как, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика, поэтому вы будете слушать мой монотонный голос весь хронометраж. Ни для кого не секрет, что Василий Ливанов запомнился нам как Шерлок Холмс из многосерийного телефильма, и как голос нескольких анимационных героев «Союзмультфильма» — «Крокодила Гену», «Удава», «Карлсона» и многих других. А знали ли вы, что он ещё внёс свой вклад в нашу анимацию не только озвучиванием, но и сценарными и режиссёрскими работами? Параллельно со съёмками в фильмах, тогда ещё на вторых и третьих планах, с 1966 по 1973 год он стал работать на анимационной студии «Союзмультфильм» сценаристом, а после — режиссёром-постановщиком. На моё удивление, в послужном списке, если судить по статье на Википедии и Кинопоиске, гораздо больше именно сценарных работ, нежели анимационных постановок. Но давайте как раз пробежимся по фильму. «Нечего мне стараться, раз вы меня избрали царём зверей, значит я и есть». Первой сценарной и режиссёрской работой оказалась короткометражка «Самый-самый-самый-самый» 1966 года. Это была сказка о том, как в Африке звери стали выбирать себе царя, и им становится лев, потому что он самый смелый, самый сильный, самый мудрый и самый красивый. Но на протяжении всей ленты главный герой в лице львёнка и вовсе узнаёт, что есть те, кто более смелее, мудрее, сильнее, а вот кто красивее — не узнал, пока не вырос и не встретился с альвицей. Я полюбила тебя с первого взгляда. Ты можешь разорвать меня на части, но я всё-таки скажу, ты самый красивый. «Запомни, мой мальчик, у тебя в руках бесценные сокровища. Синяя птица, синяя птица, синяю птицу нельзя купить или продать, её можно только подарить». В 1970 году выходит экранизация сказки бельгийского поэта-драматурга Мориса Мэттерлинка «Синяя птица» и по совместительству одна из старых советских полнометражных лент в студии. Если же оригинальное произведение выбрало в себя символизм, философию и аллегории, то лента стала сатирической. Хотя с самого начала, до пересмотра концепции, мультфильм должен был стать мюзиклом на манер временских музыкантов. И даже были написаны тексты песен Юрия Энтином. Но по итогу получилось то, что мы увидим сейчас. Хотя бы в этой работе, где была применена техника фотоколлажа, осталась парочка песен, исполненные детским хором «Спутник» и музыка от Геннадия Гладкова. Два года спустя выходит, к сожалению, малоизвестная и очень странная работа, давшая начало циклу «Великие тайны вселенной». Фаэтон «Сын солнца» является смесью идеи событий прошлого, точнее, древнегреческих мифов, и советской космологии. Честно, она на любителя. Тем более, что сейчас всякие паранаучные и конспирологические теории на телевидении и в интернете полным-полно. И всё это на фоне путешествий наших космонавтов через пояс астероидов, пока нам рассказывают о Фаэтоне, юноше, разбившемся во время покатушек на солнечной колеснице отца, и спровоцировав катаклизмы и гибель планеты. Но самым ярким явлением в анимации и режиссёрской карьере Ливанова стали бременские музыканты. Да так, что получилась целая трилогия. Началось всё с того, что одна из режиссёров студии и знакомая Геннадия Гладкова Инесса Ковалевская рассказала, что на Союзмультфильм поступил заказ на производство музыкального мультфильма по мотивам данной сказки. Это тот самый случай, когда от оригинала остались не то чтобы роги до ноги, а только названия. Если в оригинале были разбойники и животные, мечтавшие в премии стать музыкантами, то довольно весомым изменением стали введения в ленте новых героев Турбадура, Принцессы, Короля и Атаманши с мультяшной версией Гайдайской Троицы. 10 очков за отсылочку. И с самого начала производства писали музыку и только потом стали создавать дизайны персонажей. С самого начала Турбадур выглядел как скомарок с шутовским колпаком, и после запраковки первого варианта и вмешательства Ливанова появился тот самый перец, а-ля хиппи-бетломан в узких джинсах и с модной прической. Хотя по факту прообразами людей в фильме были многие известные люди в стране, а если копнуть ещё глубже, то в некоторых лентах студии герои вторых и третьих планов были списаны сотрудников союзму тфильма, особенно это можно было увидеть в «Снежной королеве» Льва Атаманова. Пока анимация доходила до финальной стадии, на студии «Мелодия», где производились звукозаписи песен, уже была готова и грампластинка. Но были некоторые трудности не то, что в плане записи, сведения и наличия актёров, а в плане выпуска. Готовая пластинка пролежала на полках «Мелодии» 9 месяцев. Работавший тогда редактором Юрий Энтин, воспользовался отсутствием директора и выпустил в обход начальства пластинку с песнями, в аккурат к выпуску мультфильма. И началось. Цензоры и критики нормально так пересчитали косточки и вынесли нервы создателям ленты. Больше всех огревала, так сказать, сама Ковалевская, настолько, что её потом в союзе кинематографистов не приняли, за непрофессиональный видеоряд. Член КПСС и заслуженный композитор РСФСР Ростислав Бойко назвал мультфильм «марихуаной для детей», а Наталья Сасс была возмущена тем, что выпуск и тиража грампластинки превышал 28 миллионов экземпляров. А знаете что? Да пошли эти цензоры и критики лесом в своих же интересах! Ведь за счёт изменения концепта истории, наличия рок-н-ролла и песен, бременские музыканты получили популярность среди детей и взрослых. Да так, что лента пополнила золотой фонд классики нашей анимации. Ну а что касается продолжений, то трио в лице Энтина, Ливанова и Латкова продолжило историю дальше, выпустив вторую и третью часть. И там тоже было много спорных моментов, из-за которых, так же как и оригинал, раскритиковали как цензоры, так и просто зрители. Если кратко, то в сиквеле звери стали больше походить на Битлов, Турбадур на Элвиса Пресли, ну а триквел стал своеобразным зеркалом на Россию в конце 90-х, начале нулевых, со всеми вытекающими. Распинаться не вижу смысла, Сындук уже пару лет назад рассказал обо всей сформировавшейся трилогии. Несмотря на столь маленькую постановочную фильмографию, в те годы сценарии Василия Ливанова часто пользовались спросом на студии Союзмудфильм. И он не раз написал какую-нибудь историю для экранизации. Не только для анимации, но и для кинематографа. Субтитры создавал DimaTorzok